Особое мнение на 101FM 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 зрения люди ставили свои подписи против строительства этого завода и моя позиция следующая что людей надо слышать людей надо услышать мы говорим прежде всего о безопасности а он не какой-то экономической составляющей этого предприятия потому что вы слышали последнюю информацию что основным потенциально основным продуктом который будет перерабатываться на этом заводе будет ртуть содержащие лампы и батарейки ну вот как скажем это очень важно отметить я хочу просто чтобы ты тоже это отметил потому что я видела в фейсбуке выкладывали некоторые разные нам с тобой знакомые люди свои посты что я побывал я считаю что это моя гражданская позиция должен там был быть но тем не менее они в понятиях и в определениях самих отходов путаются до сих пор говорят про атомные отходы вот здесь очень важно активные то есть люди путаются действительно потому что слышат слово росрау росатом росатом и понимают что есть какая-то привязка к некой радиации на самом деле и это объяснило и областное правительство неоднократно и представитель вот этой росра уже организации подрядной они объяснили что все таки с радиацией здесь ничего нет общего и это не будет связано с радиацией но тем не менее потенция объекты отходы первого и второго класса не менее опасны чем радиоактивные отходы вы прекрасно все это понимаете и те те ситуации которые могут возникнуть на этом предприятии они вызывают риски и опасения так вот вернемся к тем продуктам которые могут утилизироваться на этом объекте это батарейки ртульцодержащие лампы мне кажется что экономически не совсем это все обоснованно и эффективно строить подобные объекты именно в морадыковском почему потому что все мы знаем что те самые соляные батарейки которые используются но мне кажется только в пульте от телевизора и в детских игрушках они тоже потихоньку уходят в прошлое на замену на замену к ним приходят более современные аккумуляторные устройства там нити никелевые магниевые и так далее калиевые и это первое а второе ртульцодержащие лампы вот как специалист который ежедневно поставляет в учреждения светодиодные продукты мы говорим о том что есть постановление правительства запрещающие бюджетникам покупать ртуть содержащие лампы и это говорит о том что рано или поздно эти продукты уже выйдут из оборота все российские предприятия которые производили ртуть содержащие лампы они сворачивают производства они диверсифицируют продукты уходят на светодиод либо закрываются ну как угодно но они все крупные предприятия уже свернули производства ты говоришь про перспективы а тем не менее я говорю о том что этих этих продуктов которые нам сейчас обозначивают как основными источниками для сырья этого предприятия в перспективе их станет меньше либо их не будет в перспективе но тем не менее мы понимаем что сейчас еще есть большое количество кстати говоря уже хранящихся где-то захороненных ртуть содержащих лампы и батареек и они все-таки еще будет накапливаться и эту проблему тоже нужно решать прямо сейчас безусловно но скажу вам следующее что в челябинске существует завод по единственным заводом по утилизации этих батареек я разговаривал с представителями этого завода они сказали что наши мощности не загружены на сто процентов потому что еще раз повторяю что происходит поэтапное постепенно снижение потребления продуктов таких как батареек соответственно снижается процесс их переработка я правильно понимаю что ты считаешь я правильно понимаю что ты считаешь целесообразным в таком случае заказчику вот владельцу заказчику и так далее предоставить стратегию то есть вот например объем должен быть такой переработка столько-то лет а дальше покажите что дальше будет мы об этом и говорим что из-за отсутствия полноценной информации по этому объекту у людей возникают вопросы действительно и игорь васильев и правительство области заявляют о том что не готова техническая документация не готов проект всего лишь есть постановление правительства о намерениях строительства этого объекта и о потенциальных потенциально возможным бюджетном финансировании но тем не менее из-за отсутствия информации хотя бы косвенной хотя бы хотя бы предварительной у людей возникает вопрос люди не понимают что будет перерабатываться в каких объемах в каком в каком качестве какие будут продукты на выходе получаться ведь все мы прекрасно понимаем что любой продукт при утилизации при утилизации из него получается некий другой продукт так вот что будет с неким другим продуктом будет это захоронение сжигание утилизация скинуть в бочках в ближайшие болота и так далее это 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 создаёт неопределённость, создаёт намеренные риски у людей. И это правильно. Возвращаемся к митингу. Протестующие подготовили резолюцию, цитирую я по сайту Хакирова, с требованием отказаться от создания комплекса по утилизации отходов первого и второго класса опасности на этой базе. Вот это требование об отказе, насколько оно выполнимое и насколько оно справедливо? Я не знаю, насколько оно выполнимое. Я знаю, что объект принадлежит федерации. Земля федерации, объект федерации. И люди, как налогоплательщики, жители Кировской области вправе сделать свои предложения по тому, какой объект они хотят видеть на этом месте. Это ведь не частный объект. Представляете, шведская компания, которая занимается исключительно утилизацией батареек, решила построить завод в Мардыково по утилизации батареек. И здесь вопрос не стоит о том, что запретить им построить или разрешить, или перепрофилировать. Они утилизируют батарейки, им перепрофилировать нечего. То есть они не могут утилизировать вместо батареек сотовые телефоны, правильно? А здесь люди, как мне кажется, вправе сделать предложение правительству Российской Федерации об изменении назначения этого объекта. Ведь в Минпромторге рассматривалось много вариантов, в том числе фармацевтическое предприятие, лесоперерабатывающее предприятие и так далее. И, естественно, люди недовольны. Ну, как ты себе представляешь? То есть Медведев подписал распоряжение, принято решение на самом верхнем, высшем уровне, и после этого откат? Почему откат? Есть предложение, это предложение можно рассматривать на всех уровнях. И мне кажется, что налогоплательщики вправе спрашивать у своего правительства и вправе делать конкретное предложение для правительства о назначении этого объекта. Я считаю, что это нормальное, цивилизованное, демократическое поведение в стране. Следующим требованием митингующих было проведение референдума о дальнейшей судьбе завода. Я не знаю, как по процедурам, но имеется ли возможность вообще по этому вопросу проводить референдум? Безусловно, если проводить референдум по этому вопросу, то ответ, я думаю, все прекрасно понимают, что будет однозначным. Ответ будет нет. И проводить референдум с конкретным уже, скорее всего, с обозначенным ответом, мне кажется, не совсем разумно, не совсем правильно. С точки зрения законности и обоснованности это абсолютно правильно. Еще раз повторюсь, это нормальный, цивилизованный, демократический подход в государстве, когда люди вправе высказывать свою точку зрения. В Швейцарии референдумы проводят по каждому чиху и по каждому даже мелкому вопросу. И страна живет нормально. Понятно, что это маленькая страна по территории и по численности, но тем не менее, ведь такой институт существует, как референдум. Слушай, ну вот мы приводим примеры, конечно, я там тоже, когда была в Швеции, они говорили, что мы сейчас готовимся к пенсионной реформе. Они начали обсуждать тему изменения пенсионного возраста за 10 лет до принятия решения. Вот об этом и речь, что они обсуждают. А у нас, ты помнишь, как была проведена пенсионная реформа? Была проведена по щелчку. Весной заявили, и вот уже это снова год работает. Значит, сразу после митинга, на следующий же день, губернатор Игорь Васильев встретился с организаторами. Я хочу тебя спросить, вот эта вот история того, что губернатор... Это уже не первый раз. Впервые это было после проведения митинга по полигону в Осенцах. Такая была встреча. Она была интересной и странной. Она была неоднократной. И ты там тоже был на этих встречах? Да, в том числе, да. А что делает губернатор? Что он показывает своим вот таким поведением, когда буквально на следующий день собирает организаторов? Есть разные мнения. Первое. Губернатор пытается приблизить к себе активистов таким образом для того, чтобы пригасить какую-то такую активность митинговую. Вторая версия. Губернатор слышит, видит, хочет знать, коммуницировать, взаимодействовать. Ты что думаешь? Ну, безусловно, это такой современный политический тренд, когда в наших... А, прости, пожалуйста, надо прерваться на полминуты. Дальше пояснишь. Это действительно программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывает Алексей Кузьмин, бизнесмен и экс-депутат Кировской городской думы. Итак, что делает губернатор? Что он показывает? Действительно, своими встречами с организаторами митингов, которые происходят прямо сразу после митингов. Два варианта я предложила, которые активно там предлагаются в соцсетях при обсуждении. Это губернатор приближает к себе активистов для того, чтобы, если бы они не были подконтрольными, то, по крайней мере, понятными. Приближает, пригашая вот такую митинговую активность. И второй вариант – это губернатор действительно хочет слышать, видеть, знать, вовлечён в эту деятельность и открыт к обществу. На этот вопрос я бы ответил и первым, и вторым вариантом. Первый вариант, безусловно, уже современная политическая тенденция, когда губернаторы приглашают за круглый стол участников каких-либо протестных акций. Это не новинка для нашего региона. Во всех регионах многие губернаторы так поступают. Тем самым, действительно, используется определённая политтехнология, когда гасится некая протестная активность. Вроде бы власть вас услышала, власть с вами и повстречалась, сделала определённое предложение, услышала ваши предложения. И давайте все вместе, как любит выражаться спикер нашего ЗАГС собрания, все вместе будем решать эту проблему, этот вопрос. Но на самом деле не все вместе, как мы видим в нашем регионе, не все вместе решают какие-то проблемы. Часто эти проблемы решаются в одиночку, кулуарно и какими-то политическими кругами. Но никак не все вместе. Это первое. Второе. Действительно, губернатор посвящён в эту проблему очень глубоко. Объект по Мордыково заслуживает самое пристальное внимание и на федеральном, и на региональном уровне. И я думаю, что в том числе и личный контроль губернатора стоит за этим объектом. Поэтому, безусловно, губернатор вмешивается вот в эту протестную активность, пытаясь узнать, что конкретно, ради чего и почему конкретно люди выходят на митинги, что они требуют, какие у них есть предложения. Безусловно, он хочет слышать и слушать тех, кто выступает против. Это его обязанность, во-первых, как губернатора, во-вторых, как куратора от федерации. И я ещё раз повторяю, что, скорее всего, он как ответственное лицо по федеральной линии за этот объект. Поэтому на этот вопрос отвечу и первым, и вторым вариант. Ну, то есть успешное проведение проекта по запуску этого объекта в Мордыковском, это всё равно личная ответственность губернатора перед, например, администрацией президента, как-то Дмитрий Русский говорил у нас в эфире. Ну, администрация президента, не администрация, может быть, перед Минбрандторгом, перед... Но он отвечает? Оборонным ведомствам. Лично? Я думаю, что он отвечает лично. Он куратор этого объекта здесь, в Кировской области. Ну, такая нелёгкая задача у него стоит, судя по активности нашей граждан. Я об этом и говорю, что он по долгу службы, он сейчас обязан полностью вникать в этот вопрос и слушать людей, которые выступают против. Естественно, слушать людей, которые выступают за, это в том числе и его вторая обязанность. Сразу же после того, как общественная палата в середине мая отреагировала на вот этот документ и было предложено создать экспертный совет по этому объекту, постоянно действующий, он это подтвердил, губернатор поддержал эту идею, он подтвердил это намерение на клубе «Вечерний», который обсуждал широкой общественностью в первый раз этот объект, и дальше на встрече после митинга тоже подтвердил. Как ты вообще сам относишься к идее создания экспертного совета, куда можно включить цитаты уважаемых экспертов, химиков и экологов, как сказал губернатор? Я вообще... Еще раз напоминаю, это все-таки идея не губернаторская. Я понял. А впервые была идея общественной палаты, а потом уже общественники поддержали. Я считаю, что институт экспертных советов в Кировской области несостоятелен на сегодняшний день, вот я так считаю, потому что те институты, которые есть и действуют сейчас, в том числе, вы же знаете, что есть некий политический совет, куда входят представители политических партий, но они не собираются, не проводят серьезные повестки и не проводят серьезную работу. Это говорит о том, что подобные некие объединения на сегодняшний день не коммуницируют, они не работают и не имеют какого-то должного выхлопа. Общественный контроль таким образом неэффективен, ты считаешь? Я про это и говорю, что общественный контроль в рамках, в определенных рамках, а экспертный совет это определенные рамки, есть в том числе там общественный совет по мусорному вопросу, вот в рамках Куприто, работы Куприто. Который один раз собирался. Вот я про это и говорю, собирался один раз с невнятной повесткой и с неэффективной дальнейшей работой, как мне кажется. Ну, на сегодняшний день, по крайней мере, ситуация такова. Он вот и прекрасно был свидетелем того, почему прекратил свою деятельность общественный совет. Ты сам был на этой встрече с губернатором, где он сказал, а почему общественный совет прикуприте, давайте мы его создадим областным. И после этого... И после этого началась стагнация. Ну, вот я об этом и говорю, что на сегодняшний день экспертные советы, общественные советы на территории Кировской области работают не так, как должны были бы работать. То есть на бумаге они выглядят красиво, хорошо, туда входят представители различных мнений, течений, партий, объединений и так далее, общественные полости. То есть есть плюрализм мнений, но на выхлопе получается так, что собираются редко, повестка невнятная, работают как таковой. Да, но здесь все-таки речь идет не об общественном совете, а об экспертном, потому что инициатор этой истории Тамара Яковлевна Ашихмина, которая возглавляла экспертный совет по Мородыкову за все время деятельности вот этого объекта по утилизации в прошлом, она говорила, что он работал эффективно. Именно ученые, которые туда входили, они участвовали во всех экспертизах проектной документации, дальнейшей работы и так далее. Но просто когда говорят о том, что там экологи, активисты и вот все-все-все вовлеченные, тут, наверное, вызывают сомнения, при каких условиях, на твой взгляд, экспертный совет был бы эффективен? Экспертный совет должен составлять исключительно из профессиональных кадров, то есть туда должны входить люди, которые непосредственно связаны с экологией, с научной деятельностью, с производственно-экономической деятельностью, потому что объект производственный, и должны представители общественности быть, которые представляют некие группы лиц. То есть общественные организации, движения, политики тоже должны быть, потому что, не забывайте, что политики, именно политики принимают решения в ЗАГС собрание, в Городской думе и так далее. Поэтому, безусловно, депутаты, ЗАГС собрание обязаны присутствовать в таких рабочих группах или в экспертных советах. Я считаю, что это правильно. Возможно, экспертный совет начнет эффективную свою работу и эффективный общественный контроль. Но я почему-то сейчас в этом сомневаюсь. И еще пару слов по митингу, по конкретному опросу по Марадыкову. Вот мы уже видим заявленный митинг от КПРФ, который собирается провести буквально сегодня. Наверное, уже он и проходит. А, нет, с 18 часов это тоже согласованный митинг, проводит КПРФ. И я слышала, что еще есть желающие провести вот эти вот митинги. Хорошо это или плохо, что идет вот такая череда митингов. И опять возвращаемся к организаторам. Я не зря с этого начинала. Можно ли их сравнивать и нужно ли это делать? Нет ли здесь спекуляций каких-то политических, о которых всегда говорят? Ты можешь сравнить это с митингом, который прошел уже. Были политические спекуляции, не было политических спекуляций. Можно не спекуляциями назвать, но политические цели какие-то преследовались. Что об этом скажешь? Мне не нравится эта ситуация, когда по одной и той же тематике проводятся разные публичные мероприятия, но под одним и тем же соусом. То есть проводится митинг на одном и том же месте по одному и тому же самому вопросу. Безусловно, когда КПРФ и Родфронт заявляют о проведении своих исключительных митингов, у меня вызывает это недоумение. И вопрос такой, почему эти политические партии не присоединились к этому общественному митингу? Их не было? Нет, представители-то, конечно, были, но по сути вот этих политических партий конкретно их там не было. И у меня вызывает возмущение и вопрос, почему эти партии не присоединились к общественному митингу, который не имел политической подоплеки, не имел политического окраса. Организаторы были непартийными, тот же Семенищев, но он никакую совершенно партию не представляет, ему не интересно ни одно политическое течение прямо сейчас, поэтому привязать его к какому-то политическому перформансу я бы не стал. Поэтому странно, что они не присоединились и дербанят эту повестку в угоду каких-то политических предпочтений. Я считаю, что это неправильно. Если бы они проводили какие-то другие мероприятия, в другом месте организовали бы сбор подписей, проводили бы раздачу листовок, информационные стенды организовали, в газетах своих публиковали какие-то материалы, в другом месте делали. Я бы это признал, потому что, да, действительно, чем больше мы проводим вот таких мероприятий, чем больше присутствия в СМИ, тем больше шансов, что этот вопрос все-таки будет услышан и положительно в сторону жителей Кировской области решен. Но когда на одном месте одно и то же мероприятие с одними лозунгами, я считаю, что это неправильно. Алексей Кузьмин, это его особое мнение. Вы слушаете. Мы продолжаем. Две минуты до перерыва. Начнем разбирать следующие вопросы. До выборов в Гордуму врядут. И мы уже знаем, что есть заявки, довольно давно уже знаем, что есть заявки от представителей «Единой России» два человека. Оба возглавляют представителей мупов городских. СРы. Не слышно было про СРов, что они подают заявки на это место? Все было слышно. Была проведена конференция. Были выдвинуты два кандидата. Это госпожа Сураева и господин Бекалюк. Кто эти люди? Бекалюк – это депутат Городской думы прошлых созывов. В свое время достаточно активно занимался городской повесткой, городской проблематикой. Сейчас он предприниматель. Сураева – это представитель Кировского молочного комбината. Руководитель одной из компаний занимается сельхознаправлением, производством, торговлей. То есть тоже бизнесвумен, как сейчас принято называть, тоже хочет заниматься городской проблематикой. То есть это что касается по «Справедливой России», что касается по ЛДПР, насколько я знаю, фамилии еще не утверждены. Конференция еще не проведена, поэтому в ближайшее время мы тоже услышим и увидим эти фамилии. Что касается «Единой России», у меня вызывает массу вопросов, почему, вообще, зачем, с какой целью и с какой подноготной руководители городских предприятий идут в Городскую думу. Ну, это, мягко говоря, политически странно, управленчески странно, что руководитель предприятия городского находится в Городской думе. Сам утверждать на свое же предприятие, можно сказать, будет бюджет, голосовать за этот бюджет, вносить правки на свое же предприятие и потом сам перед этой же думой отчитываться. Перед самим собой отчитываться. Перед самим собой. Но это каламбур, бред. Я считаю, что «Единая Россия» в очередной раз допустила политическую ошибку, выдвинув таких кандидатов, руководителей городских предприятий. Но избирателям судья, избиратель даст оценку такому решению на выборах. Ну, я считаю, что позиция, прямо говоря, слабая. Другие партии будут включаться в процесс? Безусловно. Я знаю, что партия «Родина» уже выставила своих кандидатов. Федор Лугинин выставляется на шестом округе. Достаточно сильный кандидат, тоже в политике человек не новый. По политической его активности можно увидеть, как партия набирает обороты. Очень много присутствует и в средствах массовой информации. Поэтому, какие-никакие, но шансы у этих кандидатов тоже будут. Это родина. Это родина, да. Родфронт, безусловно, выставит своих кандидатов. КПРФ никуда не денется. Тоже выставляет своих кандидатов. Я думаю, будет серьезная борьба. Но потенциально явка на этой кампании, на этих выборах будет очень низкая. Она будет, мне кажется, еще ниже, чем на прошедших выборах в Городскую Думу. И вопрос будет в десятках, максимум в сотнях единиц голосов. Что будет решающим? Решающим будет то, сколько своих знакомых, родственников, соседей по подъезду приведет кандидат. Это решающий фактор. Прервемся на короткую рекламу. Это «Особое мнение» Алексея Кузьмина. Продолжаем разговор. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое «Особое мнение» высказывает экс-депутат Кировской городской думы, депутат пятого созыва, экс-депутат сейчас, бизнесмен Алексей Кузьмин. И любимая тобой тема – это энергосервисный контракт в Кирове. Насколько нам известно, сейчас Ростелеком, который является подрядчиком, по поставке вот этих новых фонарей в нашем городе и установке этих новых фонарей, решил судиться с городской администрацией. Что это такое? К счастью или к сожалению, это не моя любимая тема. Просто я могу назвать себя специалистом в вопросе уличного фонарного освещения. Больше всех только ты высказываешься по поводу этого контракта. Поэтому могу сказать следующее, что действительно Ростелеком подает в суд, в арбитражный суд Кировской области на администрацию города Кирова, на то, что администрация города не подписывает акт первого этапа выполненных работ. Вот это первое. А второе, у меня есть такая информация под достоверным источником, что на самом-то деле в этом энергосервисе и так очень много темных пятен, и так этот энергосервис я называю мутным контрактом, потому что куда ни коснись, все, что не поднимается в этом договоре, оно все вызывает вопросы, как у специалистов, как у производителей, поставщиков, установщиков. В этом контракте все мутно, а еще и вот такая мутная информация появилась. Оказывается, оказывается, по информации достоверных источников. В 2011 году был уже энергосервисный контракт на уличное фонарное освещение в городе Кирове. В городе поменяли порядка 15 тысяч светильников и установили новые светильники с новой натриевой лампой. Помните, что там в 2011 году город одномоментно стал желтого цвета. В принципе, все красиво, все устраивает. Устраивало, город был приятно желтого цвета. Единственная, конечно, цветопередача была не самая высокая, потому что что такое цветопередача? Это когда в непогоду, в морозь, в дождь, в снег действительно на земле свет оказалось мало, и можно было там не увидеть вытянутую руку. Действительно были проблемы. С 2011 года были до этого проблемы с цветопередачей. Но с точки зрения степени освещенности, в принципе, в городе было достаточно нормально. Почему нормально? Потому что были установлены новые светильники и лампы производства Philips. Серьезная международная крупнейшая там светотехническая компания в мире поставляют хорошие продукты, хорошие лампы с высокой степенью цветопередачи, там, светоотдачи. И лампочки служат долго и исправно, в свете достаточно ярко. Ну, для примера вам скажу, ну, не все это понимают, но тем не менее. Там 150-ваттная лампа Philips выдает 12 тысяч люмен. Люмены – это степень, это сила света. То есть сила, с которой распространяется свет до поверхности. Как это связано со сведениями о том, что Ростелекомб собирается судиться с администрацией? Я сейчас продолжаю. И в рамках энергосервисного контракта того года в договоре было прописано следующее, что после контракта необходимо Киров довести до нормативного освещения. До нормативного. И по оценкам специалистов, сегодняшних специалистов, не знаю, Ростелекомб этих специалистов нанимал или не Ростелекомб, степень освещенности по тому контракту не соответствовала на 77%. Это где такие сведения? Это я не знаю, где эти сведения. Это источники твои. Да, не знаю, где эти сведения. То есть мы ссылаемся опять на твои источники. Публично можно найти, но эти сведения можно ссылаться на мои источники. И тем не менее, Киров был недоосвещен нормативно на 77%. А когда писали, составляли энергосервисный контракт новый, вот этот новый действующий, думали о том, что Киров практически приведен в нормативное состояние. Освещение Кирова приведено практически в нормативное состояние. О чем это говорит? Что задача энергосервиса была сэкономить электроэнергию. Условно говоря, горит лампочка 150 ватт натриевая, нужно поставить светодиодный светильник 80 ватт. Тем самым в два раза сократить расходы электроэнергии. Разницу получает подрядчик, в данном случае Ростелеком. Но ситуация заключается в следующем, что в новом энергосервисном контракте также было написано, что нормы освещенности нужно довести до нормативных. Это означает, что Ростелекому необходимо поставить не 80 ваттный светильник, а, например, 125 ваттный светильник. Потому что нормы освещенности не были в том энергосервисном контракте доведены до нормативов. Их не учли в заказах? Их не учли в заказе в новом. И получается так, что Ростелеком должен поставить более мощный светильник, чтобы довести нормы освещенности до нормативных. Это значит, что новый светильник будет стоить дороже. Это значит, что разница в расходах на электроэнергию будет меньше. И окупаться они будут больше. — Именно вот здесь, в этой студии, когда мы обсуждали энергосервисный контракт с представителями администрации, был Илья Вячеславович Шульгин и представитель Ростелекома. Представитель Ростелекома сказал, что именно они участвуют в разработке технической документации по новому контракту. В таком случае кто должен был учесть этот момент по нормативам? — Вот в этом-то и заключается загвоздка. И я до сих пор не понимаю, как говорится на улице, в чем мулька. — Кто ошибся? — Не кто ошибся, а кому это сейчас выгодно? И кому это было выгодно? — А почему сейчас администрация не подписывает акт? — Вот у меня сейчас вопрос. Это была ошибка или это преднамеренно было сделано? Кто на этом заработает? Из каких бюджетов это заработают? Либо это заработают в Ростелекоме на деньгах Ростелекома, либо это заработают из дополнительных денег из города. — Ты специалист. Ты специалист. Ты этот контракт оценивал. Там и так деньги немаленькие. — Но еще платежей-то не было. — Да. Я цепочку не очень понимаю. Ростелеком получил большой контракт. — Деньги большие? — Очень. — Это самый большой энергосервисный контракт в стране на уличное фонарное освещение. — Это большие деньги. Дальше. В подготовке документации к этому контракту участвовал сам Ростелеком. Они должны были учесть нормативы по достаточности освещения? — А в каком статусе участвовал Ростелеком в подготовке этого освещения? — Я не знаю, но было сказано, что мы будем участвовать. Я помню, точно можно переслушать эфир. — Они, может быть, и участвовали. Может быть, были у них специалисты. — Специалисты. — Они принимали участие в подготовке и написании этого документа. Но в каком статусе они были? — Как консультанты, тогда никакой ответственности администрации перед ними нет. — Я просто не понимаю... — Как подрядчики по какому-то контракту по консультации не было такого тендера. — Это просто ошибка была тогда? Это была ошибка разработчиков технической документации для контракта или что? — Я считаю, и по моей информации, во-первых, это была, скорее всего, ошибка при разработке новой документации. Второй вариант — это была преднамеренная ошибка при составлении новой документации. И третий вариант — это было серьезное нарушение предыдущего энергосервисного контракта, за которое кто-то должен ответить. Этот контракт был в 2011 году. Он был подписан всеми сторонами. Он был оплачен и подписан. — Так, вот это вот отдельная часть. — Это серьезная часть. — Но здесь она понятная. То есть вот это те люди, которые тогда его разрабатывали, ты считаешь, они должны ответить? — Которые тогда его разрабатывали, которые тогда его принимали и которые тогда его исполняли. — Исполняли. Исполнителем, напомню, был КЭС-гарант. Это федеральная структура КЭС-гарант. — Все. Вот там есть один блок. Теперь второй блок. Мы получили контракт. — На основе тех документов был составлен новый энергосервисный контракт. — Я же про это и говорю. В тех документах было сказано. У нас уже практически... — Но тогда мы не знаем. — Ну, практически все хорошо. — Тогда мы не знаем. Я не видела... — И тогда мы не знаем. Кто виноват в этой ситуации? — Я не видела этот документ, который говорит, что по оценке кого-то там, экспертной организации, недосвещенность Кирова после исполнения этого контракта составила 70 с лишним процентов. — Недосвещенность 77. — И его нет этого документа в паблике. — Ну, в паблике, естественно. Сейчас его нет. Это информация... И, возможно, этот документ не видели люди, которые составляли новое техзадание. Я думаю, что этот документ сейчас увидят люди в рамках судебного разбирательства. И когда я поднимал вопрос о всем этом энергосервисном контракте, я говорил о том, что город столкнется с судебными тяжбами. Но город не подписывает сейчас акты? Город сейчас акт не подписывает. Именно поэтому? Не понимаю, почему. Не понимаю и не знаю. Сейчас еще неизвестна информация. Но раз эта информация вышла, видимо, в ближайшее время будет заявление. Игорь Шульгин говорит о том, что на следующей неделе даст какую-то определенную информацию в рамках судебного разбирательства. Давайте попробуем официальную версию услышать. Это очень большие деньги. Это очень большие для Кирова. Это колоссальные деньги. Я не зря назвал это мегапроектом. Это мегапроект не только для города, но и для всей страны в целом. И не понимаю, почему раньше, когда этот вопрос обсуждался, когда этот вопрос муссировался, мало СМИ, мало общественности поднимали эту тему. Не понимаю. Вот сейчас город с этим столкнулся. Сейчас все это будут обсуждать. Но уже обсуждать-то поздно. У нас остается две минуты до завершения эфира. Я такую тему хочу тебе предложить для обсуждения. Строители торгового центра «Кристалл», ну, не торгового центра, офисного центра «Кристалл» предлагают оформить набережную в этой части нашего города. Очень симпатично, с пристанью для яхт и лодок, для того, чтобы осуществлять прогулочную деятельность по реке. Выглядит прекрасно просто, честно говоря. Разве это не хорошо, что у нас бизнес включается вот в эту историю и предлагает благоустраивать набережную? Нет, безусловно. Сам этот проект и даже это предложение, безусловно, это отличная идея. И если она будет реализована, я только двумя руками за. Говорит ли это нам о том, что в ближайшее все-таки время Киров станет преображаться и превращаться в современный город? И бизнес осознал свою ответственность? Нет, я бы как раз задал следующие вопросы в рамках этого проекта. Первый вопрос. На какие деньги планируется это преображение и это строительство? Есть ли деньги планируются в рамках создания комфортной городской среды, в рамках федеральных средств? Вот сейчас СССР выиграл контракт на ремонт набережной в Нововецке. Если они планируют, просто сделали превентивную заявку на такой же проект уже здесь, в Кирове, и строительство возле своего офисного центра, это одно. Если они на собственные средства, на средства привлеченные, на кредитные, на деньги бизнеса планируют такой подарок городу сделать, безусловно, это классная идея, здорово, если получится. Ну, я должна сказать, что... Они говорят о том, что предлагается все-таки делать вот эти пирсы на набережной вплоть по всей улице Заводской. Главный архитектор Константин Павлов в нашем эфире об этом рассказывал. Вопрос продления благоустройства набережной был одним из условий согласования проекта третьей очереди бизнес-центра «Кристалл». У меня только один вопрос. У нас очень часто согласуют с благоустройством. Бывает ли это благоустройство после строительства? Ну, очень хочется верить, что это все-таки не идея для того, чтобы больше продавать офисных помещений в офисном центре, что эта идея действительно будет воплощена за частный капитал. И поэтому опасения есть, но идея, безусловно, мне нравится, она очень красивая, она будет только, этот проект будет только украшать наш город. Алексей Кузьмин, его «Особое мнение» вы слушали, в микрофон работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Всего доброго. Особое мнение на 101FM.